Прямо сейчас начинается ваш любимый вечерний эфир на теле, радиоканале «Страна ЭПМ». И здесь, как всегда, мы, Майк Войт. Маш, новая. Да, еще пока не мамочка. Пока, пока, пока. А ты уже, папочка, все раскрыла все тайны, друзья. Но сегодня будем раскрывать все секретики, потому что, как всегда, у нас в вечернем эфире потрясающий гость, который так или иначе связан с юмором. И сегодня, прошу любить и жаловать, у нас очень красивый гость сегодня в гостях. Да, участники это красивые. Юморист, комик, участник многих юмористических, телевизионных проектов, таких как «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойный вечер», «Ночи», «Роман Клячки». Роман, поверачиваемся к тебе, ребята. Вот это купе у вас тут. Он с карти едет. Он с карти и боковуха. Дядь, Миша. Привет, тетя Маша. Типа знакомый не знает. Ну, привет. Роман, обнимемся. Давайте, обнимемся. Это самая теплая. Я пойду прикрою проводница, чтобы не слушала нас. Секундочку. Ты закажи беляш. Ну что, где я? Я вам? Да, Ром, трон сегодня в своем полном распоряжении. Садись поудобнее, не обращай внимания. Осторожно по токам. Все нормально. Я люблю ток. Я иногда заряжаюсь от указательного пальца. Поэтому, если твои шутки будут не смешны, мы будем тебя током. Сразу же шутку тебе. Сразу же шутку, Маш. Знаешь, что вот это такое? А яблоко? Нет. Не набрасывайте. Лучше скажите. Яблоко? Нет. Это воздух? Нет, мы не знаем. Нет. Ну, говори. Это мертвое вот это. И это еще без предоплаты. Ладно. Хорошо, Миша. Знаешь, что вот это такое? К счастью, нет. Хочу я тебе сказать. Нет, это половинка сердечка. Пуньк. А? Чувствуешь, кто идет свадьба? Нет. Ром, я хочу тебе сказать. Нас не только смотрят сегодня, но еще и слушают. Нет, чувствуют это, естественно. Но и слушают. Поэтому вот люди, знаешь, что вот это сейчас все-таки едут в машине напряглись. А, я показал половину сердечка. Половину сердечка, да, друзья, пальчиками. Да, можно я передам привет? Давай. Это же человек, который меня слушает сейчас. Лично включился. Давай, давай. Юлец. Юля из команды Кавайон. Будем дружить с теми. Юлька, тебе огромный привет, Ундель. Круто. У нас, кстати, был Руслан Мухтаров в гостях из этой же команды. С Сусиками? С Сусиками. И как? Классный чувак. Ой, да у вас все классные. Ну, ты тоже отличный. Но смотри, у нас есть небольшая традиция. Мы всегда начинаем эфир с одного и того же вопроса. Вот ты не исключение. Только на английском. Миш, это к тебе. Ну-ка давай. From my heart. From my heart. Поехали. Мы же рушим шаблоны. Ну ладно, давайте по-русски. Умор. Структуру программы. Да, humor in your life. How it helps, my dear friend. From your heart. Me, да, beautiful day. Я тоже плохо знаю, поэтому... Абсолютно. Все, это весь объективный. Как я говорю в последние два дня, unbelievable. Beautiful day. Это легкий паст перфект. Ну что, какой вопрос? Ну вопрос очень простой. Как вообще ты относишься к юмору и как научиться людям, обычным, простым, которые с ним никак не связаны, воспринимать все вот эти жизненные трудности с юмором? Рецепт юмора. Готовы? Давай. Это как рецепт, это зелье. Юмор, это такое, это вот как сказочное зелье. А щепотка сейчас будет вот эта, да? Щепотка? Ну как ты думаешь, с чего щепотка? Давайте вот угадайте, с чего нужно начать. Во-первых, огромный вот этот чанчик. Так. Огромный чан. Да, туда заливается некипяченая вода. Вода? Вода. Обычная вода. Все просто, ребята, заливается водичка, да? Так. Добавляется щепотка мышиной перхоти. Так. Вот. И все это так жарится на вертеле. Нет, он еще не придумал окончание этого. Нет, это все. Вот, и все это жарится на вертеле, да, Кипячево? Слушай, я когда вела детские праздники, мы примерно точно так же с детьми вызывали дух. А ты в каком костюме была? Миньона? Вот в таком. Нет, не миньона. Ты говоришь вот в таком, нас сейчас слышат. Я была? Нет, подождите, я была в костюме гаечки, мышки. Вы знаете такое, из Чипа Дейла? Ты красивая мышь. Я сегодня мышь, да, но другая. Нет, ну она самая красивая мышь. А, кстати, возвращаясь к Чипа Дейлу, знаете, кто бы, вот в Жика, помните муху? Да. Никто не знал, мальчик он или девочка, потому что он летал в топике, снизу ничего. Я думала всегда, что это мальчик. Нет, а знаешь, как поняли, что он мальчик? Как? Он в одной из серий вышел из душа, снизу обмотанный полотенцем, все поняли, мужик. Потому что только мужчины так ходят из душа. Полотенце только снизу, естественно. Но если была девчонка, она бы вся замоталась. Она бы, ну, тюму на голову войдет. Ну, или тюму. Слушай, мне уже нравится. Мне нравится, что наш сегодняшний эфир, я думаю, что пойдет не по сценарию. Как ты вообще относишься к импровизации? Слушай, у нас когда-то был сценарий, чтобы я просто знал. Мне бы не по сценарию. Да, да, Миш, я тебе расскажу эту тайну. Знаешь, что, я ненавижу слово тайминг. А, прекрасно. Тайминг. Вот у меня, ну, когда ведешь мероприятие, неважно с кем, с Нагиевым, там... Ром, ну ты знаешь, тебе придется... Нет, почему ты пропустила это, скажи, спроси у меня. С Нагиевым, с Нагиевым ты ведешь. Да, мои любимые, на коротке, вот, есть тайминг. Рома, у нас тоже есть тайминг. Это все-таки телевизор. Мы сейчас продолжим об этом говорить. Только после музыки оставайтесь с нами, дорогие друзья. Друзья дорогие, если вы уже ищете перхоть мышиную, которую вы услышали в первом нашем выходе, можете уже не искать. Сейчас будут новые рецепты от Романа Клячкина. Погнали. Да, как относиться к жизни с юмором. Там, я беру ручку, беру листок, записываю. Как? А с юмором, чтобы относиться? Ну, конечно. Важно, чтобы у тебя было... Самый смешной чувак, который умеет писать Тахомой, 14-й. То есть, если у вас хороший рост, ну, письменность. У меня, да, вот у Мишки реально проблемы с этим. Он пишет как медик, непонятно ничего. Это не самая большая моя проблема. Нет, я в этом плане очень хорошо пишу. Мое любимое занятие было в школе. Это, конечно же, прописью писать. Помните, блин? Ну, вы не помните, вы мелкие. Да ладно, настройки. А дедушка помнит. Че это дедушка? Помним и все тоже прописи. Сейчас узнаем в прямом эфире. Она должна знать, сколько лет Маше. Нет, Миша. А мне всегда 18, извините. Я девочка. Конечно, 18 лет. А Мишке 30 недавно исполнилось. Снемсно, снешне. А у тебя скоро день рождения, кстати, 10 июля. Все, приходите. Я буду отмечать в Олимпийском на концерте лепса. Серьезно? Нет, я шучу. Ну, на свой день рождения. Что ты будешь делать? Я ненавижу нерождение. Ну, почему? Один раз я собрал все людей в узбекском ресторане. Да. Причем незнакомых. Вот, ну, то есть с узбеком, чтобы не сливаться. Все, сидели. Учпанжа, заказали все учпанжи. Шурпу съели. Нет, учпанжу. Чисто на шурпу. Учпанжа? Учпанжа, это такой на шпажках, когда тебе приносят в такой, и типа, бам, снять. Да, снять, снять, конечно, ты же не будешь со шпажки. Как это? А самый кайф, со шпажки. Все это капает. Со шпажки. Со шпажки. Облизываешь локтей вот этот сосед. Нет, тогда можно сразу заказать на локте. Можно на локте заказать, тебе принесут учпанжу на шпажке. Я ненавижу нерождение. Роман, знаешь, как я счастлив, что ты пришел? Почему? Я тебе расскажу. Ну-ка. Ты первый человек здесь, который, я вижу, как вот строится ситуация сейчас нашего диалога, который переговаривает Машу. Я сижу, слушаю. Ой, ну начинается, начинается. Простите, это же ваше шоу. Да ну, слушай, нет, на самом деле. Я уже чувствую, что нас позвали, понимаешь? Нас в гости, да? Да я скажу, шутку, шутку, шутку. Почему-то у нас вопрос, давай, родилась. Я хотел в самом начале зайти с медведем. Ну, где он, что ты взял его? Дайте медведя. Я прям вот бегу, заберу. Не показывайте меня, я просто бегаю где-то. Лови медведи. Смотрите, я хотел зайти с медведем, да, и вы такие, типа, а что это за медведь? Я говорю, это медвежий каршеринг, потому что, я его думаю, у меня сейчас уже истекает, через 10 секунд аренда медведя. Бросай обратно. Вот, все, аренда закрыта. Бросай обратно, она больше не нужна, спасибо. Все, на волоколамке медведь. Я так полагаю, это недорого? Это недорого. Арендовать медведя на единый. Да, их просто, ну, в любом, ну, там есть, ну, регистрируешься в медвеж-сити. В медвеж-сити? Да, да, да. А знаешь, какая сеть у медведей? А меня Миша зовут. Я знаю. А знаешь, какая сеть у медведей? Так, какая же сеть медвежья? Лапа? Социальная медвежья сеть? Нет. Какая? Берлога ком. Берлога ком. Слушай, а у рыси тогда какая будет сеть? У рыси кисточки ру. Кисточки ру? Кисточки ру. Ну, раз уж мы про животных начали говорить. Подожди, ты родился в год собаки. Да. Ты пришел сюда с медведем. В инстаграме ты инстарый. Жрешь как свинья. А определись, ты вообще, какое животное? Я был тут недавно в контактном зоопарке. Вы были в контактном? Слушай, ни разу. Да ну сходи. Но у меня бабушка в деревне была с животными. У меня был контактный зоопарк в детстве. Я в дом внучек забежал. Подожди, ну там смешное название, можно я скажу? У меня рядом с домом есть контактный зоопарк. Называется «Погладь енота». Обалдеть. И там только еноты. Обалдеть. Так это стандартный. И там фразы от Маши «Можно, я скажу». Это просто. Нет, типа «Стоп, эфир!» «Погладь енот». Я был... Я вам открою тайну. Ну-ка. А пока все контакт в зоопарках. Всех, кто сейчас нас слышит и видит. Ну-ка. Если вы идете туда с мыслью, там сейчас такие будут животные. Вы, ну немного, но ошибаетесь. Есть стандартный набор животных. Заходишь. Пони. Пони. Всегда на входе пони. Ханят есть? Побольше. Нет, нет. Дальше. По структуре. Два козла. Один сильнее другого. И причем один козел, который может забраться... На пони. Нет, нет, нет. Они разделены вольером. Понял. Это важно. Понял. Вот. Два козла не разделены ни вольером, ни чем. А пони разделены. Потом какие-то африканские длиноносы. Енот такой, который всегда... Полоскун. Причем он спит всегда. Енот всегда спит. Ежи штук десять. Типа на ежей ставка. То есть, типа, все думают, все побежали ежей трогать. Много кроликов. Это всегда... Кроликов все больше, чем ежей. Роман, вот сейчас мы должны переосмыслить первую часть зоопарка. И после рекламы музыки мы вернемся ко второй. Оставайтесь с нами. Да, друзья, инстарысь вместе с нами в эфире. Дорогие наши зрители и слушатели телерадиоканала «Страна.эп». Мы с Мишей рады вам сообщить, что у нас на канале проходит конкурс под названием «Большой футбол». И участником в этом конкурсе может стать абсолютно каждый. Да что там каждый, друзья? Мы раздаем подарки. У нас такой щедрый канал. Вы можете выиграть поездку в Грецию на двоих и свозить свою вторую половинку на море. И свозить туда нас с Машей, а сами не поехать. Так же тоже может быть, правильно? Ну, а почему нет? Я только зависть. Ну, это самый главный приз, пока я тут играю с мячом. На самом деле есть каждодневные, ежедневные наши призы, а именно наша медаль. Медаль памятная. Да, друзья, серебряная. Подожди, это не простая медаль. Это серебряная медаль. Медаль чемпионамира. С изображением футболиста, который останется у вас на памяти чемпионате мира по футболу. Ну, и, конечно же, о вашем любимом телерадиоканале «Страна.эп». Что для этого нужно? Нужно зайти на наш сайт страна.фм и оставить там прогнозы. Исход матча, ну, который вот у нас, собственно, завтра. Следующий, следующий, который не состоялся. Не так, как обычно мы с Машей делаем, прогнозируем результаты уже прошедших матчей. Ну, и всегда выиграем. Нет, ребят, надо прогнозировать следующие матчи, их результат, а дальше, если вдруг вы угадываете, то что мы делаем, дарим вам медаль. Да, для начала медаль, а потом вы становитесь главным претендентом на получение нашего матча. Самого главного суперприза. Как я уже и сказала, это поездка на двоих в Грецию, поближе к солнышку, поближе к морю. Ой, там просто красивые сказки. Маша, и такое счастье происходит у нас два раза в день. 8.45 утра и в 18.20, я сверю, часы именно сейчас, собственно, этой происходит. Как раз время подводить итоги, Миша. Да, теперь давайте немножечко вернемся к нашим итогам. Вчера в Нижнем Новгороде сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от Хорватии со счетом 0-3. Теперь стоит вообще не выйти из группы. На самом деле, я так полагаю, что это сенсация в футбольном мире. Никто не ожидал такого исхода. Маша, Маша читает, а я могу и так вам рассказать, потому что я все знаю. Я вчера смотрел. Действительно, Месси, похоже, что уезжает домой. Если сегодня сыграют две остальные команды не так, как нужно Аргентине, то, извините, скорее всего, для них турнир будет окончен. 3-0. Действительно, вчера хорваты показали феерическую игру. Я скажу удивительную вещь, и Роман, который уже скучает и слушает все это дверь, очнись, Роман. Если ты смотрел игру, я считаю, что хорваты на этом мундиале показывают самый лучший футбол. Не знаю, мне очень нравится финская сборная, очень неплохие ребята. Хорошие, да, если бы они еще приехали, вообще было бы замечательно. Хоккейные, ну просто сейчас. Хоккейные, да. Да, хоккейные нормальные ребята у финнов. Роман, ты вообще болеешь за нашу сборную? Ну, 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 я докажу, что я вратарь. Давай, сделай пас, пожалуйста. Давай, мальчишка. Опа, опа, опа. О, да, не пропустил я. Вот, самое главное, да, важно очень для всех, для видео, для аудио наших слушателей, да, когда я лучший вратарь Красноярского края. Этого никто не помнит, но... Ну, это было. Ну, это было. Такой титул есть. Мне, между прочим, из дерева сделана статуя в Красноярске. Дорогие друзья, титулы Романа перечисляются в течение 25 минут, поэтому мы пока переходим на музыку. Оставайтесь с нами, как раз к концу титулов. И участвуйте в конкурсе «Большой футбол». Друзья, ну вот только-только мы завершили сейчас перечислять как раз все регалии, и вот ровно под выход-то мы и успели. Правильно, Маша? Кто у нас сегодня... А я уточняла у Романа, он рак или не рак? Потому что я-то как раз-таки рак. Рас и не, или не рак, это же песня державая. 10 июля, значит, рак. 10 июля. Я приглашаю всех на свой день рождения. Куда? Ну, как церклепса. Нет, в центр автомотоспорта. Вау, это где? В Вишни. В Волочок? Нет, просто Вишни. Просто Вишни. Куда еще Вишни? Подожди, это интересно. Ты мотоциклист? Конечно, я вообще... Ты же, как мы тогда перечисляли мои титулы, я кто? Чемпион России по спидвейу. Это можно слово употреблять. Спидвей, спидвей это можно. Слушай, вот ты подкалываешь меня, а я на самом деле сдаю, вот на сечной неделе волнуюсь, понимаешь? Сдам, не сдам. Придется ли туда ходить 16 раз, понимаешь? А у тебя шлем какой? Ясечка или цель? Пока никак, пока. Ты знаешь, как если ты еврей, сначала сдаю, потом куплю, понимаешь? А какой? Ладно, сейчас мы просим, какая категория у мотоцикла? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, А. Ага, М, мотоцикл, ты глупец. У автобуса А, у машинки М, у прицепа П, у велосипеда В. Сейчас, 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 Роман, закончу. Это просто логика, брат. Роман. Ну, ты что-то хотел сказать? Роман, я не хотел это остановить, я хотел это остановить и видеть, что у меня получилось. Слушайте, ну, друзья, на самом деле мы уже раз заговорили с вами о всевозможных средствах передвижения, я предлагаю дальше просто стримглав принестись. У нас прямо сейчас стартует конкурс. Миш, ты приготовил конкурс, я знаю. Да, я приготовил конкурс, а, соответственно, есть футбольный конкурс. Надо будет угадывать игроков. Супер, я вообще в этом спец. Игнашевич. А, там, Роман, видишь, да? На этом месте, на этом месте ты хотел сказать, мы с тобой репетировали за эфиром, что мне не нравится твой конкурс, впервые мой конкурс. Нет, нет, для органики, типа, мы должны начать, и потом я должен психануть и сказать, поэтому давайте начнем. А, да, не проблема, абсолютно. Играть будем в города, все очень просто, дорогие друзья, абсолютно. Я тоже играю в этот конкурс. Ты знаешь, как города, только с игроками. Лучше вымышленные города, это прям ржака. О, давай, это моя любимая игра, кстати, и все. Давай, давай. Говори. Стыпутя. Стыпутя? Стыпутский округ. Егидобель. Тебе на Стыпутя, на Я. Ну, Егидобель. Тебе на Тя. На последние две буквы. А, Тягидобель. Тягидобель, конечно. А мне что, на Л? На Р. На Р. Там психопатность. Рексибол. 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 Мне на Ви. Там все играют в рак. Мне на Ви Шишпаса. Прекрасно, я обожаю. А, Шишпаса. Это что-то из чешского. Но я не это сгодил конкурс. А какой? У меня очень крутой конкурс. Вы готовы? О, вау. Музыка. Когда вы были не готовы в этой студии? У меня даже есть музыкальные отбивки. Друзья, подожди. Маленькое лирическое отступление. Роман, кстати, супер. Вообще топ самых лучших ведущих мероприятий. Топ-15 в Москву. Топ-15 в Европе и Москве. Я более того, Европа. Я один раз даже чувака из Усландии сделал. Ты ведешь на английском? Конечно. Круто. Скажи что-нибудь по-английски. Роу, нэшэнчермен. Гуд ювинг. Да не веду я. Не веду. Я ведусь, но не веду. Понимаете? Это часто запрос на английском. Приходится отдавать. Мишке. Нет. Нет. А ты еще тоже. Ты моя фамилия. Михаил Откатов. Мгемо финиш таск. Десяти процентов. Да тебе пятнадцать, Рома. Ты уже был у меня на передаче. Ты что? Ну что, вы готовы к конкурсу? Поговорите за кадром. Итак, добрый вечер. Сегодня у нас супружеская пара Миша и Маша. Опасно какая-то. Опасный момент. Опасно. Это для игры. Муж меня выгонит из дома. Ладно. Итак, у нас семья с Ванидзе. Итак, ребята, приветствую вас. Смотрите, прямо сейчас мы с вами сыграем в игру, которая называется «Угадай звук рыбы». Все предельно просто. Поехали. Прямо сейчас я голосом произведу звук проплывающей рыбы. Я дам, даже будет подсказка. Мое лицо – это подсказка. Только сильно не унижайте. Вот. Это северная рыба. Северная рыба, которая очень, ну, просто проплывает. Итак, вы готовы? Да. Давай. Нет. Миша, вы готовы? Да. А готова ли старшая сестра мужа? Да. Это я. С Ванидзе. С Ванидзе, Джуниор. Итак, вы готовы? Поехали. Сегодня я Элла. Итак, только это не кит, это не водолаз. Это реально северная рыба, из которой подают струганинку. Поехали. Это стрипучка! Нет. Ну как нет? Подожди, рыба-то реальная? Да это реальная. Вот рыба реальная, стрипучка. Нет. Мы уже играем в реальную рыбу. А я не сразу поняла. Нет, вот, Нань, еще раз. Я повторю. Повторить вопрос? Давай. Пожалуйста, сделай это. Это реально проплывающая рыба. Северная рыба. Да это рыба-меч. Нет. Это хариус. А, я думала, зубатка почему-то. Нет, нет, нет. Я спросил, меня не жат. Ты так зубами делала? Что у тебя? Зубы шелудили во рту? Это были неба. Как еще раз мне запомнить фразу? Зубы шелудили во рту? Да, шелудили во рту. Эллочка, шелудилыми зубами. Что по футбольному конкурсу? Давай им футболистов. Нет, давай лучше футбольный. У нас заплатит чемпионат мира по футболу. Это все, это круто. Я просто хочу вот здесь вот почувствовать. Это все, Роман. Хорошо. Нет, подожди, это батл. Просто не хочется засорять эфир. Да, реально, мне тоже не хочется. Потому что у меня бытовой юмор. Типа как мусор. Типа засорять эфир. Бытовым юмором. Мы поняли, теперь поехали в мой конкурс. Итак, давай. Давай как в города. В города просто играем, угадываем игроков. Угадываем игроков, которые действующие. Ладно, Маша, тебе можно любых. На последнюю букву все, все просто абсолютно. Жизнедействующих, которые... Ну, конечно, почему? Ну, давай, что? Вот я допустим говорю. Давай я начну, пожалуйста. Давай, вперед. Да ты Игнашевич еще скажешь. Игнашевич, да. Да ну что, чичи. На че давай. Чичорито. Анопка. А что, чичорито есть, да? Нет, нет, это танец. Извини, я думала, что-то типа чичет. Анопка, Витя, Витя, Анопка. А мне на О? Пожалуйста. О, Кенфеев, например. Ну, понятно, вот и вылетел. Теперь один баттл, это баттл. Давай. Давай, погнали. Ну, ладно, мы сделаем маленькую помарку. Давай. Нет, нет, давай только ты мне футболистов, а я тебе... Вымышленных рим. А я, нет, а я тебе бытовые приборы. Поехали. Нормальная тема. А, кстати, в некоторых командах это одно и то же. Давай, поехали. Жирков. Жирков. Вот и все, понимаешь. ВХС, ВХСка. 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 Чтобы это не было. Да, ВХСка. Правильно. А ты дальше просто мне, даже без этого. Акинфеев. Это другое. Акинфеев. Акинфеев. Вафельница. Видеомагнитофор. Жирно. Нормально, да. На Н теперь, да? Да. А нет, ты просто лупишь футболистами. Пожалуйста, Рональдиньо. Рональдиньо. И... Небеса корней. Юлик. Нет, это... Й... Йор... Мозафинские, да? Йогуртница. 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 Нормальная тела абсолютно, кстати. Где граница свежая. Пожалуйста. И тут за йогуртницей следует почти йогуртница. Неймар. Неймар. Но это все предельно. Давай. Это... Рубанок. Рубанок? Рубанок. 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 Мне на ка. Бэк там в середине ка. Тебе на ка, и он говорит Бэк. А в середине ка поправить. Здесь правило меняется. Бэк. Медоворотница. Медоворотница. Ну а что? Медоворотница. Неожиданно. Да, Газинский. Газинский. У Газинского вторая фамилия. На Газинский, смотри. Отрыватель пугов. Отрыватель пугов. Это же защитник Советского Союза. Знаете, подаются такие? Какие? В Р-видео. В Р-видео. Слышь, как я грамотно обошел. Маша, если ты сейчас... Я хочу записывать это все везде в Инстаграм. Это новая игруха. Это классная игруха. Спасибо, поделился. Друзья, все, о чем я сейчас думаю, что сейчас люди, которые включают наш телерадиоканал, неважно где то есть... Они не поняли ни условий, ничего. Да все поняли. Они думают, что в стране что-то изменилось. И не только в стране ФМ, понимаете? Что-то власть перешла. Но, кстати, вот продолжай эту тему. Ты реально очень много ведешь классных мероприятий. Я сегодня посмотрела твой Инстаграм-профиль. Ну, например, да? Я умею слушать людей. Нет, Ром, но если все равно, ты вел свадьбу у Иды Гали. Самой! Но на секундочку, это один из топовых блогеров нашей страны. Она красотуля. Красотуля. Причем очень простая, мы прям с ней встречались. У них дома с Идой и Соланом встретились. Так. Они купили как раз собачку, родители кайфовые, очень крутые родители. И мы встретились там с собачкой, у них была какая-то такая прям смешная. Она что-то бегала, хрюкала. И Ида такая... Это она, ну она же инстадива. Конечно. В жизни прям такая, Ром, привет. Ну, была очень хорошая свадьба, было много друзей семьи из Осетии, прям много-много. Ну, ты понравился, самое главное. Ты понравился. Мне бы выступал артистов больше, чем у меня ресниц. На губах. Ничего себе. То есть никто не приехал. Я так понимаю, никто не приехал. Роман, ну, если ты понравился собачку, поженишь их. То есть как-то... Да, я веду, между прочим, вообще свадьбу животных. Однажды дятла с воробьем. И кто... Застукал. Застукал? Да. А ты хотел сказать, и кто у них после конкурса? Нет, я принес просто просо. Да, ребятки? Просто просо. Просто просо. Просто просо. Просто просо. Просто просо. Вот. Там что у них было? Небольшой этот... Как он называется? Скворечник? С дырочкой, да, внутри. Ты об этом? Скворечник, да. С дырочкой внутри? Да, действительно, скворечник. Я говорю, типа, доставка просо. Ну, то есть я такой, в бейсболочке все, типа... Тут, о, просо. О, да, да. Просо. Да. Просо. 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 Да, просо. Просо. Да, прикажу. Двоню. Никто. Никто не отвечает. Так. Горубец, да, горобцы. Так. Ну, то есть я просто сам, я родился в Непропетровске, поэтому горобцы это маленькие такие, блин, птички, которые едят все, что связано. Даже у других маленьких птичек. Даже у других, ну, то есть они прям какие-то, но... Прям они всегда, они такие... О, дятла нет дома, я его съел. Да, они говорят, они переехали, а сам вытирает, да? Ну, и сам вытирает клюв, а на клюве, знаешь, что... Другой клюв. Красная шапочка. Друзья, стойте, стойте. Вот на этом моменте сейчас все переосмысливайте и продолжение истории ровно после музыки «Где же был горобец?» Это самое главное. И где теперь красная шапочка, да, скоро вернемся. Погнали. Ой, друзья, о настоящем, об откровенном сегодня с нашим замечательным гостем, с Романом Клячкиным. О личном. О личном. А ты любишь говорить о личном или не очень? Конечно. Прости, что не про личном. Говори. Кто твоя вторая половинка? Сколько у тебя детей? Сколько раз ты был замужем? У меня шесть тысяч. Замужем, женат. Шесть тысяч попыток так родить. А и ни разу, ни одна, да? И ни разу, просто я хочу, мне нужны легкие деньги. Ты опять показываешь, что вот это что умерло? Пусть убежит. Пусть убежит. Нет, это придумал, знаете, кто сейчас вот эту шутку? Нет. Про ректор Сибирского федерального университета, с кем мы играли в КВН в Левом береге. Ух ты. Роман Асильбальданов. Как называлась команда? Левый берег. Мы поэтому и не знаем о ней ничего. Ты посмотри, посмотри, нам еще черно-белый. Подожди, у вас, кстати, юбилей был не так давно, Конечно, мы очень популярны. Сколько вам, 20 лет? Нам 60 лет. 60 лет, все уже такие, да? И мы стерили лозунг, как у Лолиты. 60, а кто даст? У нее был турне, по-моему. 45, а кто даст? А кто даст возраст? Я понял, я просто там двойное трактование, я задумался. Нет, это там одинарное. 45, а кто даст? Я слышал, у вас можно что-то проанонсировать. Обязательно сделай это, пожалуйста, прямо сейчас. Да что, я обычная мальчишка из Красноярска. Когда ты это сказал, когда ты сказал, там, звукорежиссер вот так палец занес над кнопкой, понимаешь? Сбросить, сброс. Знаешь, почему вот здесь вот огоньки заканчиваются, а там все черное? Знаю. Почему? Это звенегородка зеленая, значит. Все верно, а вот там черная за звенегородкой открывается с кнопки, проваливается все в там-то. Это будет конца программы, да. Да-да-да, что? Стой, мы же едем, мы же это забыл, мы же едем в плацкарте, ты же помнишь, дверь закрылась. Вот сейчас мы как будто уже приближаемся к туалету, педальку нажимаем вот туда на путь, и все. Подожди, у нас сейчас остановочка, у нас сейчас остановочка анонса. Да, остановочка анонса. Две минуты забили шаги, погнали. Есть, я, вот. Есть ты и все. Я просто застеснялся. Да, я есть в инстаграме, позвали, записывайтесь, записывайтесь. Записывайтесь, да. На прием. Я вам даю новой муки. В инстаграме Роман Клячкин, инстарысь, будем ржать, веселиться. Стоп. Еще раз давай для всех. Инстаграм, Роман Клячкин, я же инстарысь. Ром, почему инстарысь? Да я не знаю, просто рысь мне нравится. Рысь это мое внутреннее... Эй! Типа Роман Рысь? Нет, нет, Роман это моя внутренняя рысь, это вот внутренняя моя тазобедренность. Подожди, а медведь? Медведь это моя локтевая суставность. Подожди, а дятел, прости? Дятел. Это где? Это лобная доля. Это лобная доля, то есть все жестко, мощно и технично. А мягкое окошечко? Это ежик. Это ежик. Мягкое окошечко. 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 У нас есть Блиц-опрос специально для тебя. Ой, да он стандартный, не бойся. Нет, не стандартный. Мишка же над ним трудился. Самые нестандартные вопросы. Ну как трудился? Я там зашел, надо было 10 минут как-то скоротать. Вот, собственно, и вопрос, понимаешь? О рта не поклотал. Ну смотри, надо говорить быстро. Собственно, ты это умеешь делать очень хорошо. Я говорю очень быстро. Причем я даже иногда обогнал Сапсан. По скорости. Ты готов в нашем плацкарте обогнать Сапсан, Роман? Да, сейчас, пожалуйста, два беляжа и чебу. Сейчас еще в стаканах чай принесут. Давай. Погнали. Для меня самое важное в жизни. Шерсть родных. Шерсть родных. Хорошо. Идти по жизни с юмором. Это? Это значит не спотыкаться о неудачный клише. А если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал, Рома? Я бы сосался с Наполеоном. А что, в 812 он еще был успешным? Нет, в 2018. В 2018. Это за 1000, Дэд. А, тогда с Мамонтом. С Мамонтом. Ну, что-то хорошо. А в 2018 я буду целовать ракетную досягаемость. Досягаемость. Ну, это тоже ничего, кстати. Когда я буду таким же креативным, умным, красивым, но уже старым, я скажу своим прапрапрапнукам. Удачи. Ну, удачи. Если бы не юмор, я бы сейчас... Я бы сейчас лепил пельмени. Лепил пельмени? Да, братик, у меня руки-то, дай бог. Не для скуки. Они изначально в муке были. Либо не для скуки, либо пельмени. Либо для пельмени руки. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человека, вот, допустим, Маше, что бы это была за шутка? Была бы шутка про... Спасти меня. Маша, не падай. Не падай. Все? Не падай в рейтинге ATP. Отлично. От теннисистов. Окей. Мы ее знаем. Спасибо. Теперь Блиц в Блице. Это особая рубрика. Apple или Samsung? Хьюмют. Хьюмют нормально, кстати, я сам пользуюсь. Это хороший гаджет, который вставляется в глаз. Вполне, но у нас реклама нельзя, да. А, Хьюмют. Хьюмют, но никому не говори. Зош или рок-н-ролл? Рок-н-зош. Рок-н-зош. Объединять можно или Зош-н-ролл? Это когда Кит Ричардс в баре заказал безалкогольное пиво. Либо в японском ресторане Зош-н-ролл. Зош-н-ролл, конечно. Мне нравится. Лорал или Ели. Я не знаю, что это. А, это как слышится. Ну, смотрите, я слышу в этом звуке Юпи. Юпи. Из детства. Сука или Юпи. Да, что-то из 90. Сука. Сука или Юпи. Сука или Юпи. Миш, не ругайся в эфире, Миш. Что ты давишь-то харизмой пицца от Довганя? Ну, не знаю, такая же. Так, соцсети или реальное общение? Нас как раз снимают в сториз. Реальное общение, это реально спасает Митсубиси от падения. Подожди, а вот мы заговорили про соцсети. Я могу тебя прервать, Миш? Меня можно без разрешения, так. Ну, вот мы говорили про инстары. Скажи, ты вообще активный пользователь? Я вообще активный пользователь. Как тебе инстаблогеры? Знаешь, сколько у меня подписчиков? Рассказать. Рассказать. Расскажи. Семь восемьсот семь. Семь тысяч? Да, я просто больше никого не добавляю. А то есть ты семь тысяч добавила? Да, типа, мне нравится цифра. То есть я такой человек, который очень плохо ведет. Вот. А у меня знаешь, сколько еще в ВК подвешено людей? А ну-ка. Еще четырнадцать тысяч не добавлено. А я как захожу в соцсеть, вот эти подвешенные, это твои, получается? Это мои подвешенные. Я какой-то, как инквизитор, я подвешил друзей. Подожди, Ром, а в Ютубе? В Ютубе ты ведешь что-нибудь? В Ютубе у меня шесть лайков. Целых шесть? Целых шесть лайков, хотя я еще ничего не снимал. Да в Ютубе меня нет. Нет, ну реально, ну тебе нравится вот сейчас быть на волне с прогрессом? Сейчас очень актуальна эта тема. Я приехал сюда на трех килограмм, поэтому я прогрессил за мне. Кучер, вот который чай пьет сейчас у нас. Да, он сейчас превратится в кого? В тыкву. Нет. Подожди, как не в тыкву? В принцессу Нури. Он же чай пьет. А, точно. Точно, точно. И принцесса Нури увезет тебя в чайную страну, да? Да, в чайную страну. Круто. О, можно же проносить, где я живу. А, давай. Канадская. Все, ищите. Там принцессы Нури обитают. Ищите. Там я сегодня буду, кстати, друзья, всех приглашаю. Я же занимаюсь скандинавской ходьбой. Ну-ка. Каждое утро подожди. Не кандинавской. Не кандинавской. Кандинавской ходьбой. Это по утрам или по вечерам? Я, брат, понимаю, что просто на лыжи не хватало денег. Нет, 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 братик. Весь скелет работает, во-первых. Так. В отличие от не всего скелета. Да. Во-вторых, я обгоняю всех пенсионеров. Бабушка. Ты с бабушкой занимаешься? Просто вот так. Дети, мама с детьми. Все подводи. А ты звезды рисуешь, когда обгоняешь кого-нибудь? Нет. Я рисую маленькие. Купола. Нет, луны. Ну, тоже из этой же системы. Вместо звезд, но только луны, да? Да, поэтому я сегодня в часика 8 выхожу на пробежку. О, приходите. О, круто. Если вы добрый, а если вы злой, не приходите. Вы такой, типа, если вы маньяк какой-то, сразу не приходите. Ром, ты один бегаешь? Я один, да. Я хожу. Это скандинавская ходьба. Это ходьба. Ну, мне нравится, например, в компании. Почему? Но у меня есть еще неопреновые шорты. О. Если, ну, просто все подумают, что я толстый. Похудание? Да, похудание. Ну, знаешь, как убирает лишнюю батарвину. Я, между прочим, сегодня с маникюра, с педикюра, свежак к вам. Мне сегодня по животу вакуумной баночкой мой Михаил Степанович. Ты всем этим занимаешься? Астеопан. Михаил Степанович. Михаил Степанович из Улан-Удэ. Самый красивый уланудийц. Вот, он сегодня же по животику так прошел. Кубики просто. Но сейчас я уже съел. Я уже поел, уже кубиков не видно. В общем, твое второе имя, Роман Бьюти. Нет, а баночку бы осталось у Степановича. Астеопан. Ой, друзья, сегодня было у нас очень много в баночке юмора. Спасибо огромное, Роман. Я ее закатаю и оставлю вас. И оставь, мы будем ее передавать потомкам, нашим следующим гостям, для того, чтобы они открывали и, собственно, наполнялись этой неуемной энергией. Элла, завязывай. Элла, да? Элла, завязывай. Все, друзья, на самом деле, хотела еще раз вам представить, кто сегодня был у нас в гостях. Красивый гость части года. Я даже не помню, кто я. Яморист, комик, участие, много. У тебя такой гигантский послужной список. Ты участвовал в убойной лиге. Смех бы справил, убойный вечер. Роман Клячкин. Спасибо, Маша, Миша. Ну и простые мы. Маша и Миша. И Миша, мы обращаемся. Увидимся в следующем часе. Спасибо огромное, Роман. Оставайтесь с нами. Роман, это была феерия. Спасибо. Дай пятюнь.